Приветствую вас, ну и начать, пожалуйста, нужно с того, чтобы сказать так. Вот вы сейчас четко понимаете то, что вам не нравится. Вы очень хорошо, живо описываете то, что вас не устраивает. И вы помните себя, какой вы принесли. То есть есть та вы, которая настоящая, и есть та вы, которая идеальная. И вот эта идеальная вы сейчас для вас недоступна. И основная недоступность, как я понял, заключается в том, что вы не хотите оставить дочь без папы. Давайте уберем это обстоятельство. Представьте себе, что ни дочери, ни отца у нее нет. Нет. Ну вот, просто нет. Ваши действия тогда. Вот эти действия будут правильными и верными. Потому что это то, чего хотите вы. Когда вы говорите, что думаете о ребенке, простите, здесь немножко лукавство. Почему? Да потому что ребенок-то видит, как вы страдаете. Ребенок-то видит, что вы несчастный. И вряд ли он счастливее от этого. А вот что получаете вы? Ну, наверное, несмотря на то, что вам приходится очень много работать. Наверное, несмотря на то, что вас унижают. Вы обладаете все-таки определенной стабильностью. Определенное материальное положение. И, наверное, все-таки это стабильность для вас действительно важна. Ведь вы, правда, переехали в другую страну. И у вас никого нет. Да. Но вы знаете, что завтрашний день будет таким же, как прошедший. И это, с одной стороны, вас гнедет. А с другой стороны, все-таки рождает чувство защищенности. Чувство стабильности. И именно оно удерживает вас на тех позициях, которые у вас сейчас есть. Эти позиции назовем условно. Исполнение социальных ролей. То есть, это, собственно, то, что вы перечислили. И если вы хотите чего-то больше, необходимо понять, что никто не выигрывает из этой ситуации, кроме вашего мужа и супруга. Ой, и его родственника. А вам, поскольку у вас первый брак был неудачен, второй тоже не очень хорошо складывается. Нужно прорабатывать свои личные отношения с мужчинами. Возможно, идёт негативный сценарий из детства. И тогда нужно прорабатывать его. Анализировать опыт в отношениях, в первых отношениях. И, собственно, осознавать, что ваш мужчина вас использует для своих целей. И не уважает вас как личность, как женщину. И, соответственно, нужно спросить, а ради чего вы всё это терпите. Для чего? Неужели только ради ребёнка? А как вы думаете, ребёнку хорошо, ребёнок живёт безоблачной жизнью? Вы можете так сказать? Вы действительно можете так сказать? Вот, положи руку на сердце. Если да, то, тогда, думаю, вы действительно попали в уникальную ситуацию. Потому что ребёнок, ну никак, ещё раз повторю, не может быть счастливым, если несчастна его мама. постарайтесь вот этот момент не забывать. Так что давайте перестанем жить желаниями других людей и будем всё-таки стараться ориентироваться на свои, потому что в данном случае никто не подумает о них, кроме вас. с тех пор, пока вы сами не будете заботиться о себе, о своих интересах, с тех пор, пока вы не отделите себя от окружающих, не станете прислуживаться своим чувствам, не начнёт им доверять, не бросуйте автономию в той социальной среде, в которой вы находитесь. Ваша жизнь не изменится. А вот к чему приведёт эта автономия, что она вам даст? Вот это большой-большой вопрос. Потому что вполне возможно, что вы боитесь того, что вы хотите. Потому что это неопределённость для вас, для вас. Это потери привычного уклада жизни, привычных алгоритмов поведения. В свою очередь, изменение жизни невольно породит необходимость и изменяет своё поведение. А это всегда стресс, это всегда неудобство, это всегда дискомфорт. И вот, вероятнее всего, опасаетесь вы именно этого. Потому что, несмотря на все негативные моменты, вы привыкли. И вот эта привычка, она сейчас с вами движет. И будет двигаться до тех пор, пока я ещё раз говорю, вы не будете доверять своим чувствам, принимать их за чистую монету, воспринимать их как истину для себя, а значит, для своего ребёнка. И работать над созданием автономии от окружающих вас людей. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику, помогу. Если вам понравился мой ответ, будь благодарен, если сделает его лучше. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА